Как пингвины выживают в экстремальных условиях? Почему пингвины не падают вперед при ходьбе? И правда ли, что пингвины танцуют уникальный вид танца? Все эти ответы вы узнаете в сегодняшнем видео. Всем привет, друзья! Рад вас видеть на канале Good Animals! Сегодня я бы хотел вам рассказать о пингвинах. Пингвины – это не летающие водоплавающие птицы, которые живут в основном в холодных и антарктических регионах. Пингвины представляют собой одну из самых многочисленных семейств. Это единственные на сегодняшний день нелетающие птицы, входящие в отряд пингвинообразные. Они прекрасно плавают и ныряют, но совсем не умеют летать. Эти животные обладают обтекаемой формой тела, что позволяет им без проблем перемещаться по водным просторам морей и океанов. Это достигается благодаря прекрасно развитой маскулатуре, устройству костей, а также наличию крыльев. Благодаря быстрой мощной работе крыльев достигается такая хорошая скорость перемещения животных в толще воды. В отличие от летающих пернатых, у пингвинов явно выражена грудина с килем, а также достаточно развитая мускулатура. Кости плечевого пояса и предплечий соединены неподвижно, что позволяет оптимизировать работу крыльев, сделав ее более мощной. В зависимости от вида, размеры и вес этих животных могут существенно различаться. Взрослые императорские пингвины вырастают в длину практически до полутора метров, набирая вес не меньше 40 килограммов. У этих животных достаточно короткие бедренные кости, неподвижные коленные суставы, а также ноги, смещенные по направлению назад. Этим обуславливается их уникальная и необычная походка в развалку. Интересный факт. Строение костей пингвинов, независимо от их видовой принадлежности, имеют схожие со строением костей таких морских обитателей, как тюлени и дельфины. Строение костей связано с отсутствием внутренних полостей по сравнению с летающими пернатами. В связи с тем, что кости значительно тяжелее, то пингвины с легкостью ныряют на значительную глубину. В дополнение ко всему, пингвины имеют достаточно короткие ступни с плавательной перепонкой. Хвостовая часть этих животных несколько укороченная, поскольку функции рулей выполняют ноги. Повышенная плотность костной ткани пингвинов характеризует основные отличия от других видов пернатых. Поговорим про строение пингвинов. Как правило, тело у пингвинов всегда упитанное и немножко сжатое с боков. Голова небольшая и посажена на короткую, но достаточно гибкую подвижную шею. У пингвинов достаточно сильный и острый клюв, что позволяет им защититься от природных врагов. Крылья видоизменены и представляют эластичные ласты. Практически все тело животных покрыто похожими на волоски перьями. Практически у всех видов пингвинов серовато-голубой окрас, переходящий практически в черный цвет спины и оперение. Живот у пингвинов белого оттенка. Когда начинается процесс линьки, то сбрасывается большая часть перьев, что негативно влияет на скорость перемещения в толще воды. Поэтому пингвинам приходится часто голодать, дожидаясь, когда отрастут все перья. Анатомическое строение пингвинов связано с тем, что они обитают в экстремальных природных условиях, связанных с достаточно низкими температурами. Чтобы организм был защищенным от переохлаждения, толщина жировой прослойки составляет в среднем 2,5 см. Кроме этого, тело защищено слоем плотного водонепроницаемого оперения. Организм пингвинов устроен по принципу обратных потоков, когда тепло от артерий передается в более холодную венозную кровь, что оптимизирует тепловые потери. Еще один интересный факт. Находясь в толще воды, пингвины практически не издают звуков, зато они очень много разговаривают с друг другом, когда оказываются на суше. Глаза этих морских птиц больше приспособлены для условий подводного обитания, поэтому, оказавшись на суше, пингвины страдают от незначительной близорукости. В результате некоторых исследований было установлено, что их глаза больше приспособлены к синему спектру, поэтому считается, что пингвины видят в ультрафиолете. Уши у пингвинов неявно выражены, но находясь в воде, они надежно закрываются специальными перьями, поэтому уши защищены как от попадания внутрь воды, так и от повышенного давления. Несмотря на тот факт, что ушей практически не видно, животные обладают прекрасным и тонким слухом. Пингвины – это прекрасные пловцы, которые могут нырять на глубины более 100 метров. Они достаточно легко преодолевают расстояние до 20 километров, а то и больше, перемещаясь в толще воды со скоростью не менее 10 километров в час. Имеются виды, которые способны перемещаться в воде со скоростью более 40 километров в час. Если у пингвинов не сезон размножаться, то они уходят в открытые воды на удаление до 1000 километров в поисках пропитания. Еще один интересный факт – пингвины являются социальными животными, поэтому, находясь на суше, они объединяются в группу по несколько десятков или сотен тысяч особей. В колонии бывают настолько многочисленными, что их видно даже из космоса. Зачастую, перемещаясь по суше, они ложатся на живот и отталкиваются лапками. Конечно, если этому способствуют условия, то есть при условии наличия снега или льда. При этом, они передвигаются со скорости не меньше 7 километров в час. Если снежный покров отсутствует, то пингвинам приходится ходить вертикально, хотя для них это не очень комфортно. Сколько живут пингвины? Находясь в природной среде, пингвины живут в среднем от 15 до 25 лет. В условиях правильного содержания и правильного ухода, пингвины запросто могут дожить даже до 30. Особенно низкие шансы на выживание у пингвинов, не достигших одного года. К сожалению, этот процесс влияет различные факторы. Далее предлагаю разобраться и посмотреть на различные виды пингвинов. Семейство пингвиновые достаточно обширное и включает в себя 6 родов и 18 видов, таких как большие пингвины. Они отличаются черно-белым оперением и окрасом шеи в желто-оранжевых тонах. Этот вид пингвинов значительно больше и массивнее по сравнению с другими видами. Они не занимаются строительством гнезд, а яйца высиживают в области брюха, где у них расположена особая складка из кожи. На самом деле самка откладывает только одно яйцо. Этот род представляет императорского и королевского пингвинов. Следующий род это златовласые пингвины. Вырастает в длину не более 72 сантиметров и имеет в области головы характерный, отличающий от других пингвинов хохолок. Этот род включает в себя 6 видов, такие как хохлатые пингвины, северные хохлатые, толстоклювые, сенерский хохлатый пингвин, пингвины шпегеля, большие хохлатые пингвины, а также златовласые пингвины. Малые пингвины. Этот род представляет всего два вида пингвинов, малого или голубого пингвина, а также белокрылого. Эти животные отличаются средними размерами тела не более 43 сантиметров, при весе тела не более полутора килограмм. Желтоглазый пингвин, которых еще называют антиподовыми пингвинами. Эти животные, которые представляют единственный сохранившийся до наших дней вид, который относится к роду Мегадайпс. Возрослевшие особи имеют величину тела, достигшую 75 сантиметров и весят при этом до 6,5 килограмм. Своё название получили в связи с наличием вокруг глаз желтой полосы. Антарктические пингвины. Их род состоит в наше время из трех видов, таких как пингвинов Аделии, антарктических пингвинов и папуанских пингвинов. И последний пингвин из этого списка – очковые пингвины. Пород включает в себя четыре вида, к которым относятся очковые, голопогорские, магеллановые и гумбольтовые пингвины. Все они имеют общую, похожую раскраску тела и размер. Интересный момент – самые теплые места обитания современных пингвинов расположены на голопогорских островах, что находятся на линии экватора. Пингвины – это в большей степени холодолюбивые животные, поэтому основное условие их обитания в экваториальной зоне – это наличие холодного течения. Обитание всех современных видов пингвинов ограничено 45-60 градусами южной широты, поэтому самые большие популяции пингвинов сосредоточены в пределах Антарктики, прилегающей к ней островов. В основу рациона питания пингвинов входит рыба, ракообразный, панктон, а также небольшие представители головоногих моллюсков. Пингвины с удовольствием поедают анчоусов, икрили, сардин, антарктическую серебрянку, кальмаров, осьминогов небольшого размера. Когда эти морские обитатели охотятся, они могут совершать почти тысячу погружений. Количество таких погружений зависит от климатических условий, а также от видовых особенностей и наличия кормовой базы. Интересный факт – представителям пингвиновых приходится пить в основном соленую морскую воду. В результате в организме животных появляется избыток соли, который выводится через специальные железы, которые размещены над глазами. Размножение и потомство. Очень сильно хотелось бы рассказать, как императорские пингвины высиживают яйца через страдания и превозмогания. Эти птицы – одни из самых суровых животных, которых я знаю. Они настолько избегают легких путей, что обитают в Антарктиде. Размножаются в мае-июне прямо посреди полярной ночи. Весь период высиживания яиц – это 70 дней голода, холода и постоянного страха в бесконечной темноте. Операция по выращиванию новых императорских пингвинов начинается с прибытия всех участников на теплые пляжи, где температура опускается всего-то до минус 50 градусов. Пока пингвины разбиваются на пары, пока в самках созревают яйца, проходит уже около 50 дней. И все это время животные не питаются. Благо, готовый к размножению императорский пингвин состоит из жира по крайней мере на 50%. Самка пингвина откладывает всего одно яйцо, зато его масса достигает целых 500 грамм. Но отпраздновать рождение малыша не получится так просто. Да, скорлупа яйца составляет 15% от всей его массы, чтобы уберечь зародыш от холода и падений. Да, малыш плавает не в обычном белке, а в жидкости с антифризом. Она предотвращает свертывание при гриппически низких температурах. Но даже так хватит всего 1-2 минут на голом льду, чтобы будущий птенец замерз. Поэтому самка перекатывает упакованный эмбрион на свои лапки и быстро-быстро накрывает наседной сумкой. Так ученые называют богатые кровеносными сосудами кожевую складку, которая обогревает яйцо сверху. Когда эмбрион внутри яйца прогреется примерно до 30 градусов, самка передает его самцу и отчаливает в море. Поворачивание яйца и длительная голодовка подорвали ее силы. Самцам же предстоит подержаться без еды еще от 60 до 70 дней. Представьте себе это целых 2 месяца. Ожидать возвращения второй половинки не только скучно, но и тяжело. Антарктический ветер разгоняется до 55 метров в секунду, а температура и не думает повышаться. Для справки, ураганом по шкале Бафорта считается ветер, скоростью которого почти вдвое ниже 30 метров в секунду. Чтобы не замерзнуть самим и не потерять потомство, пингвины сбиваются в плотной кучей и делают это настолько хорошо, что в центре колонии температура может быть на 50 градусов выше температуры окружающей среды. Но если кто-то греется в центре, кто-то морозит спинку на периферии. Во имя справедливости и выживания всей колонии, пингвины регулярно меняются местами. Животные с краю двигаются ближе к центру, а центральные входят на самый край. Из-за борьбы с холодом, постоянных перемещений и отчаянных попыток не заморозить ребеночка, самец теряет до 20 килограмм жира за 2 месяца жизни. Но это все присказка. Главная сложность еще впереди. Птенец вылупляется на грани голодной смерти. Он несколько дней боролся с плотной скорлупой, а его пушок не обеспечивает должной защиты от холодов. Новоиспеченному отцу, и так истощившему свои запасы жира, приходится кормить детю птичьим молоком, смесью, состоящей из жира на 28% и на 60% из белков. Одно радует, к этому моменту температура начинает повышаться, а солнце, наконец, выходит из-за горизонта. Услышав сейчас мои слова, вы подумайте и скажете, молоко у пингвинов и у тем более отцов, что он несет. А вот я загуглил, и получается так, что часто самки не успевают вернуться ровно ко времени появления птенца. В других случаях это могло бы привести к неминуемой гибели малыша. Но, к счастью, самцы берут на себя роль молочной кормилицы. Под действием гормона пролактина, специальная железа в их пищеводе начинает продуцировать белесую жидкость по набору белков, жаров, углеводов, напоминающую молоко млекопитающих. Благодаря ей птенец не только может продержаться до возвращения матери, но даже удваивает собственный вес. Так как самец и сам здорово исхудал, его хватит не более чем на 10 дней такой кормежки. Если самка не успеет вернуться к этому времени, папаша просто бросит ребенка и ринется в океан спасать свою жизнь. Но, как правило, самки успевают. И с этого момента у птиц начинается нормальная семейная жизнь. Один родитель кормится, второй защищает птенца от бурелестников. Но хитрые птицы все равно уносят до трети птенцов. А ведь в каждого из них было вложено столько сил и труда. Природные враги пингвинов. Как правило, пингвины обитают на изолированной территории и, находясь на суше, они защищены от многих хищников. Единственная опасность, которая может подстерегать как взрослых особей, так и детенышей, это животные, которых человек завозит на эту территорию по ряду причин. К ним относятся собаки и кошки. Это совсем не означает, что пингвины полностью беззащитные. У них достаточно острый клюв и мощные плавники, что является достаточно эффективным оружием. От бурелестников страдают птенцы, если их родители оставили без присмотра. Существуют также некоторые виды чая, которые при первой же возможности смогут полакомиться яйцами пингвинов. Когда пингвины находятся в водах Мирового океана или морей, на них охотятся косатки, акулы, морские львы и морские котики. Тюлени практически постоянно патрулируют водные просторы в непосредственной близости от колоний пингвинов. К сожалению, у тюлени огромное преимущество, поскольку они намного маневреннее пингвинов. Поэтому по оценкам ученых, в подобных условиях погибает до 5% пингвинов. В заключение, хотелось бы сказать, что пингвины – это уникальные птицы, которые приспособились к жизни в самых суровых условиях. Они являются символом стойкости, адаптации и умения выживать в самых сложных ситуациях. Изучение их поведения и образа жизни помогает нам лучше понимать, как мы можем преодолевать трудности и достигать успехов в своей жизни. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно поставьте лайк и напишите в комментариях, понравилось ли вам это видео о пингвинах. Всем пока!